Друзья, всех приветствую из города-курорта Сочи. Сегодня 22 ноября, и я сейчас иду на центральную набережную. А зачем я иду на центральную набережную сегодня? Я вам сейчас расскажу. Значит, вчера мне пишет, женщина, не знаю, правда, имени, с Кемеровской области, сказала, что у них там был ураган, туда-сюда, да, там были разрушения, видели, знаем, сочувствуем, конечно, это всё очень плохо. Но она мне сказала одну такую вещь, то, что у вас, у вас там в Сочи, у вас там центральную набережную размыло, в общем, разрушило, и там вообще был шторм, оказывается, 5 баллов, а я об этом не знала. Я говорю, да, я вроде бы её не слышала, мы вроде бы как тут рядом в Сочи живём, вроде бы тут 5 минут до набережной на автомобиле, но я ничего такого не слышала. И я решила сегодня пойти на набережную, да, это спустя 2 дня, но тем не менее мы посмотрим прекрасная погода. У нас сегодня в Сочи сейчас плюс 11 градусов, и я хочу посмотреть, действительно ли что-то случилось с набережной или нет. Давайте я разверну камеру и буду вам всё показывать. Я сейчас спускаюсь от Зимнего театра, где восточный квартал. Полчаса я искала парковочное место около Зимнего театра. В общем, еле-еле я его нашла. Там кто-то отъезжал, и я встала на это место. Всё, я уже, считай, на набережной. Сейчас я вам буду показывать. Так, вот я спускаюсь. Кстати, давайте я сразу про погоду скажу. 11 градусов. Сейчас не только расскажу, но ещё и покажу. Так, 22 ноября. 11 градусов. Вот, видите, да? Кстати, максимальная температура сегодня будет 15 градусов. Давайте сразу здесь же спустимся. Прекрасная погода. Солнышко даже есть. Поэтому я сейчас вам расскажу. Вообще, я что начала делать вчера ещё? Я начала сразу забивать в интернете, правда ли, что сочинскую центральную набережную разрушил шторм. Потому что вот мы здесь в Сочи, мы об этом вообще абсолютно ничего не слышали. Я начала забивать. Да, действительно, там были новости. И вчера были новости, позавчера, что сочинскую центральную набережную, там в Сочи размыло набережную. Ужасный сильнейший шторм в Сочи. 5 баллов. И даже то, что высота волны была до 3 метров. Представляете? 3 метра. Потом я слышу такую, точнее, читаю такую новость, то, что там женщину с ребёнком в коляске чуть не смыло в море. Оказывается, здесь внимание, эта женщина, да, я почитала, эта женщина вышла на пирс, значит, написали так, опять-таки написали, да, что отдыхающие, отдыхающие вышли на пирс, устроились там, ну, устроились и начали смотреть на завораживающие вот эти вот волны. Нас начали смотреть, и тут волна их якобы там облила, либо там что-то там накрыла, я не знаю, как это досконально, но видео нет. То есть это просто на словах. И женщина, мало того, эти туристы там, женщина с мужчиной, но ещё была и женщина с ребёнком в коляске, и она тоже вышла на пирс и любовалась на волны. Ну, как вы знаете, извините, здесь уже к вашему, к вашей голове вопрос, да, будем так говорить, к вашему мозгу. Чем вы думали, прежде чем выходить вот на этот пирс, когда шторм, я не знаю, там СМЕРШ, или там, когда СМЕРШ уже вот подходит близко к берегу, и они начинают доставать телефоны, снимать, и когда огромные волны, вы начинаете всё это доставать. Далее. Второй вопрос. Там начали показывать, как у нас любят, как у нас любят телевизионщики показывать то, что... Давайте я буду... Пройдусь и заодно буду показывать вам. Можешь, я буду рассказывать. Как любят телевизионщики, они показывают вообще прошлогодние фотографии, прошлогодние видео. Я вот смотрю, и я-то понимаю, то, что я эти фотографии уже давным-давно видела. И они начинают показывать. В Сочи... В Сочи. В Сочи. В ключевое слово Сочи. Не надо забывать, что Большой Сочи – это и Дагомыт, и Лазаревская, и Луо, да, и Варданэ, и всё остальное. Это всё Большой Сочи сейчас. Так вот. А самое главное – это что? Приставка Сочи, да, чтобы вот... Вот, чтобы прям вот пострашнее было. И, значит, они показывают видео прошлогодней давности про то, что в Луо размыло набережную. Ребят, набережную в Луо размывает. Уже, я не знаю, не то, чтобы несколько десятков лет. Это всегда так. И особенно весной. Всегда такое происходит. То, что набережную размывает, то, что пляжную, вот эту инфраструктуру... Вот, видите, я сейчас нахожусь на пляжном полотне, и здесь сейчас нет какой-то инфраструктуры. Это всё убрали. Арендаторы это всё поубирали. Вот. Всё поубирали, остался только песок один. Или там то, что Гальку... Ой! Или там то, что Гальку всё это смыло, остался один песок, берег Сочи размыло до песка. То есть это всё вот такой, знаете, как, ну, грубо говоря, хайп. То, что вот в Сочи там всё смыло, всё, ничего нет. А то, что, так сказать, нерадивые и безответственные арендаторы пляжей города, курорта Сочи, они бросают вот эти вот шезлонги... Так, здесь я не выйду, да? То, что они бросают эти шезлонги, и они не успевают просто убрать их... Ну, это уже вопрос, извините, уже скоро декабрь. Это уже как бы к вам вопрос. Почему вы не убираете эти шезлонги, и почему их посмывала? Всё. И как бы вот, посмотрите, я специально приехала посмотреть, думаю, да что ж там такое? А, вот, смотрите, да, точно, всё. Всё, ребят, забирай все слова обратно. Всё, размыла всё-таки набережную, вот, смотрите. Всё-таки улетел кусок. Всё-таки улетел кусок от... как называется, от самой набережной, да? Улетел, да, всё, ладно. Всё-таки что-то оторвалось, да. Ну, смотрите, собачка, собака-покусака. Она тоже счастлива в Сочи. Вот она, радуется. Слушайте, а погодка, прям солнышко такое, тёплое-тёплое. И вот я что хотела ещё сказать про погоду. И голубь вам тут передаёт привет. Опа, всё, полетел. Я что хотела ещё сказать про погоду. То, что мне написала комментарий, по-моему, Елена зовут, точно не помню. Если вы меня смотрите, то обязательно в комментариях махните, а это я писала. Она написала, задала вопрос, что вот мы собираемся ехать в Сочи, но всю неделю дожди, я прям так расстроилась, вы знаете, вы не расстраиваетесь. Конкретно вы и конкретно вообще все остальные люди. Почему? Потому что по прогнозу зачастую так, если даже ночью, а зачастую ночью идут в Сочи дожди, ночью будет дождь, они всё равно будут показывать 90% ночи. Но, когда ночью пройдёт дождь, вот у нас сегодня был дождь, утром будет вот такая красота. Либо такая, либо будет пасмурная, либо будет, знаете что, либо мелкий дождичек. Но даже если будет мелкий дождик, вы всё равно пойдёте гулять по Сочи, вы всё равно приедете, здесь очень красиво, здесь зелёные деревья, то есть вокруг красота. Ну, как бы, ну вот смотрите, кстати, набережную моют. Ну, понятное дело, то что волны, они доходили до сюда, и они просто могли, просто-напросто, они могли вот эту вот набережную, ну, немножечко так, грубо скажу, поднасрать, да? Вот. И вот оно, вот он песок. То есть, сейчас просто берут шлангом, это всё моют и вымывают. Но вернёмся к отдыху в городе Сочи. То есть, вы приедете, и в любом случае будет красиво. Запомните это. Сочи, это очень красивый город, он зелёный, здесь благоприятный климат. Я вот немного, я точнее, много раз слышала, когда даже астматики, да, приезжают, они просто, все свои лекарства, они просто выкидывают, выкидывают, ребят. Поэтому, я знаю многих людей, которые приезжают в Сочи, и у них давление даже нормализуется. То есть, если у вас в вашем регионе там давление было там высокое, вы там утром присыпаете, у вас бах, уже давление, всё подскочило, то здесь оно нормализуется. Поэтому приезжайте в Сочи, не бойтесь, даже если будет дождик. Это, у нас есть, я уже не раз говорила, у нас есть такие наклейки, их зачастую клеят, там на стеклянные двери, там ещё там где-то. И такая наклеечка круглая, и там написано, если вы в Сочи, значит, у вас всё хорошо. Поэтому приезжайте в Сочи, и у вас будет всё хорошо. Поэтому, и будет то же самое, всё хорошо и на набережной. Вот я приехала. Ну вот, посмотрите, ну вот это, это нормально. Вот эти водоросли, это нормально. То, что гальку смывает в море, это тоже нормально. До песка, то, что у нас пляжи вымываются, будем так говорить, это нормально. Но, а каких-то там, знаете, таких вот голословных, и то, что в Сочи вот разрушена, центральная набережная, нет. А то, что в Лоо, Лоо, это тоже в Сочи. И то, что в Лоо, там, где-то там что-то разрушилось, но не верьте тем кадрам, которые вам показывают телевизионщики. И вообще, всё, что показывает телевизор, это, ну, знаете, верит, ну, крайне, крайне вот, не знаю, в самую последнюю очередь нужно. Крайне осторожно. Так вот, и, кстати, я прошла Старгород, смотрите, новая вывеска, вывеска Старград, чешская пивоварня. Поэтому, не верьте вот этим вот кадрам, ошеломляющим, которые публикуют в телевизионщике. А то, что вот блогеры тоже, кстати, говорили, а вот блогеры, а вот блогеры, да, они вот тоже там сказали. Блогеры тоже могут, знаете, там сильнейший шторм в Сочи. Я тоже, я же начала, я же залезла, куда? Я залезла в Яндекс гуглить и посмотрела, видео на Ютубе наткнулось. И вот смотрите, опять-таки, пляж Приморский 2. Вы видите, что творится? Вот эти вот пуфики, вот вопрос, кому? Ну, хорошо, сегодня они их поставили, ладно, сегодня солнышко, прям вообще приятный, комфортный день, но если вы их оставите и начнется шторм, ну, естественно, они унесут или там, то, что пишут, вот пляжная инфраструктура, она разрушена. Ну, конечно, если вы бросили шезлонги или вы бросили вот эти вот деревянные сооружения, они всегда будут разрушены. На Мамайке там что-то там якобы тоже разрушилось. Ну, в общем, безответственность, безответственность и еще раз безответственность. Поэтому, вот посмотрите, вот так живет город Сочи. вот они, видите, сложили эти деревянные сезлонги, но администрация пляжа Приморский 2, она, видите, она ответственная, она ответственно подошла к этому делу. Тем более, когда МЧС рассылает постоянно сообщения. Кстати, нам МЧС вообще постоянно сейчас отправляет сообщения. Если вот раньше как бы такого не было, я думаю, что в вашем регионе наверное то же самое. Кстати, ребят, про ваш регион. про ваш регион. Я вот уже два раза просила, просила написать в комментариях про температуру воздуха, про погоду, что у вас там снег, дождь, слякоть, либо все там что-то. Написать в комментариях. Мне на самом деле очень нравится эта идея. Мне, вот знаете, я читаю эти комментарии и мне прям вот прикольно вот посмотреть, почитать там Липецк минус 7, Красноярск минус 15 или там еще там Санкт-Петербург минус 4, например. Ну, одно дело, когда ты залазишь именно куда-нибудь там в погоду, да, в айфоне и ты там просто смотришь, а другое дело, когда ты вот ну сразу же вот открываешь и вот твои люди, живые люди пишут, показывают, что да, действительно вот такая погода на самом деле. Так что пишите, какая у вас сегодня погода, наладилась ли она или нет. Вот посмотрите, как сейчас здесь тоже положили, но это нормально, это каждый год такое происходит. Поэтому вот смотрите, куда они пуфики. Все повыше, 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 все замкнули. Такие конструкции, сооружения вот даже на набережную сюда повыносили. Но после такого шторма всегда что? Солнышко. Начинается солнышко. Поэтому, а вон, как раз так видите, складывают подоны деревянные, все что-то разбирают. Короче, это нормально. Поэтому не надо пугаться, не надо удивляться, то, что в Сочи что-то здесь происходит. это стихия, и мы ничего с этим не можем поделать. Но каких-то значительных разрушений здесь нет. И погода вообще сегодня прекраснейшая. Такое солнышко. Вот хоть и плюс 11, а, плюс 13 сейчас уже. Сейчас я вам покажу. Время 11.50. Вот. 13 градусов, максимально 14, но немножко ветер, да, ветер, вот 7 метров секунду, да, действительно ветерочек такой. Пойдемте, я вам покажу поближе морюшко. Вот он, видите, сколько зимний пляж, о, они уже, они уже даже на зимний режим перевели его, о, а это вот те, помните, которые я рассказывала тоже в видео, то, что после шторма сразу приходят с металлоискателем искать всякие штучки. Золото, пожалуйста, кто там потерял золотишко, вот, пожалуйста, приезжают и сразу давай искать. Поэтому дел вообще непочатый край. Посмотрите, какое море. Конечно, волны уже не 3 метра, но, тем не менее, очень красиво, да, согласна. Хочется выйти на пирс, вот на эту всю красоту полюбоваться, но никогда нельзя забывать про безопасность. Вот на днях тут тоже, кстати, спасали мужчину с женщиной, там, что-то, ну, они, правда, были, опять-таки, под алкогольным опьянением, ну, что говорить-то, говорить-то особо-то нечего. Ой, я смотрю, мужчина прям этот, вот, что-то нашел, наверное, что-то начал опищать. Он нашел. Кстати, так, я помню, я обещала отправить ракушечки. Смотрите, ребят, опа, видите, вот я только присела. ой, это вообще еще живая. Так, это еще живая. Ребят, сколько ракушек, да? Смотрите, класс. Сейчас я их в карман поскладываю. Я обещала отправить с деком, так как я немножко человек, так вы знаете, тоже немножко занятой. Это вот я сейчас время нашла, так, вот сейчас я тут быстренько сниму видео и побегу обратно. Блин, ракушек вообще очень много. Шторм повыносил их. Ну, конечно, есть такие ракушечки, которые, ну, как бы не очень, да? Может быть, их почистить можно как-то, я не знаю. Так, что-то я больше не вижу. Вот еще одна. Вот она. Я одной женщине она написала в ютубе, я говорю, да, я могу отправить. Отправлю ее. Вот еще, смотрите. Я просто про что говорила. Их можно пособирать и потом маленькую прозрачную вазочку их туда. Вот, смотрите. Это живая еще. Смотрите. Все, живая. Все, не будем ее трогать. Все, пусть она здесь лежит. Ей может быть комфортно. А вот, смотрите, ребят, ну вообще, после шторма сколько классных вот еще ракушечек. Короче, мужик ищет золото, а я хожу еще ракушки. Сейчас он скажет, ага, что она там нашла? О, ну за мужчиной с женщиной тоже бегут. Скажет, один с металлой с кацелем, вторая ходит, просто там что-то собирает. Скажет, сейчас и мы будем это собирать. Все. Короче, я скажу, это, наверное, рыбное место. рыбное место. Если они что-то ходят ищут, значит, и нам надо. Это, как говорится, стадный инстинкт, да? Ну-ка, давайте вместе искать. Я, может быть, что-то и пропущу, а вы мне... О, все. Вот это вот все, ребят. Смотрите, это дары моря. Прямо почти на пол руки. Представляете? Какова красота. Какова красота, да? О, это вообще класс. Вот смысл покупать, да? После шторма пришел и добыл дары моря. Бесплатно ключевое слово. Не надо платить деньги. Зато вы ее потом вот так, помните, как в детстве куху прикладываешь, а там море шумит. Вот этот вот запах, вот еще. Смотрите. О, хорошо, что это, хорошо, что Сочи это не Мальдивы, да? И не Доминикана. Можно вывозить вот эти все дары, ой, потеряла, эти дары можно вывозить. А там все, не дай бог, что-то вывез, все, до свидания. Так вот, я говорила про ракушки, то, что помните, как раньше, вот в детстве, приложил куху, а там море шумит. Я помню, я всегда, когда ребенком была, я всегда брала эту ракушку, прикладывала куху, и вот, куху прикладывала, и слушала, как там море волнуется, без нас. Вот оно, море, которое волнуется без вас, поэтому приезжайте, приезжайте в Сочи, и не волнуйтесь. Если даже там будет непогода, ничего страшного. Я, кстати, на эти выходные забронировала апартаменты в Красной Поляне. Смотрите, сколько вообще, на одном квадратном метре сколько ракушек. Я забронировала номер в отеле, в апартаментах, но я что-то так посмотрела, что там якобы будет дождь, но меня это даже не пугает, поэтому ой, ребят, сколько их вообще, но это ужас. Посмотрите, так их много. У меня тут уже карман вообще полный. Карман полный. Придется сейчас другой карман уже складывать. Я вам потом покажу. Ё-моё, и вот уже маленькие такие. Я уже не знаю, какие собирать. Вот. В общем, принимаю заказы. Вот я сейчас так должна. Это не то. Принимаю заказы на ракушке. Соберу ракушки для вас. И вот надо на авито объявление сделать. Соберу ракушки для вас. Всё. Вот, смотрите. Ну, она такая, конечно, грязненькая, видите? Но зато она натуральная. Так, мне бы теперь в другой бы карман ещё. И вот, ребят, вот, вот, смотрите, вот. А вот, смотрите, какая. Вот, а вот две. Как вам? И вот ещё одна. Блин, ну просто вообще. Я вот не знаю, я их собираю, не знаю, для чего собираю. Ладно, тут можно до бесконечности ходить, собирать, а уйти не могу. Вот сама говорю, не надо собирать, а сама беру и собираю. Ну, для чего? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Короче, всё, не буду. Всё, я просто закрою глаза и уйду. Не буду собирать. У меня и так уже полные карманы. Вот они лежат. Представляете? Так что всё, вниз вообще нельзя смотреть. А вот какая. Ну, как вот вниз не смотреть, если вот они лежат и ждут, когда я за ними приду. Очень много. У меня уже все руки солёные, мокрые. Всё, собрала два полных кармана. Давайте я немножечко пройдусь, прогуляюсь, немножко покажу вам море. А вы посмотрите. Ребят, обязательно напишите в комментариях, какая у вас сегодня погода. Я вам показываю видео, а вы хотя бы пишите в комментариях, что у вас, какой город и какая погода. Снег, минус 7, например. Можете привет мне передать. Марина, привет из Санкт-Петербурга, например. Или Марина, привет из Кемерово. Марина, привет из Красноярска. Редактор замен . все ребят я с вами прощаюсь до новых встреч увидимся с вами в городе курорте сочи приезжайте отдыхайте и будьте счастливы и помните если вы сочи значит у вас все хорошо всем пока пока жду ваши комментарии пишите какая у вас погода и пишите понравилось ли вам мое видео всем пока пока